Радио Болтком Добрый день всем! Большинство комиссий не были столь эффективны, их работа заканчивалась ничем. Может быть, исключением составляет эта комиссия по золитуде, все-таки по итогам ее работы определенные изменения в законодательство были внесены. Но вот как вы все это оцениваете? Ну да, значит, тут надо разобрать две вещи. Одно, саму суть этих парламентских комиссий, вот такое парламентское расследование в демократической стране, это такой очень мощный инструмент. И в других странах мы видим, как реально это работает. Почему у нас это не работает? И почему он важный инструмент вообще? Потому что, если страна считается демократической, то должна быть возможность народу надзирать над исполнительной властью. В данном случае, чтобы это были народные представители, которые могли бы, если видят, что что-то идет не так, и никто не хочет с этим разобраться, делать сами такую комиссию и расследовать это все. И в нормальных демократических странах это реально работает, это действительно очень мощный инструмент. Почему он не работает у нас? Когда создавалась наша конституция, необходимость этого инструмента понимали те, которые создавали нашу конституцию сатверсми, да? И они это четко прописали, вот такую возможность оппозиции создавать такую расследовательную комиссию. Тут важный нюанс, почему оппозиция может это создать и почему, возможно, здесь что-то расследовать, потому что, чтобы создать эту комиссию, необходима одна треть парламента. И обычно оппозиции и голоса на это хватает. И дальше, если такая комиссия создается, то дальше это оппозиция, которая будет уже расследовать власть. И вот это и есть тот механизм, почему они обычно такие комиссии эффективны в других странах. Почему у нас неэффективны? Потому что дальше мы создали такой закон, у нас есть специальный закон по этим комиссиям по расследованию, которые парламентские комиссии, да? И почему у нас он не работает? Потому что у нас закон сделан так, что потом те же самые большинство парламента могут там поставить своего руководителя. То есть мы можем, оппозиция может создать эту комиссию, но потом руководить этой работой, определять, что она, как она будет делать, будет уже определять те же самые, которых надо расследовать. Действия которых силы... Но это же абсурд какой-то. Что? Это же абсурд какой-то. Да, это абсурд. И на этот абсурд я много раз указывал, не только указывал, подавал поправки, собирал подписи. То есть мы им подавали эти... И что характерно, правящая коалиция даже не дала возможности вообще принять к рассмотрению вот эту идею, что вот тот принцип, вживить в закон такой принцип, что вот руководство комиссии выбирается из тех, которые инициировали расследование. То есть это как будто логично. Ребята, если вы считаете, что надо что-то расследовать, вы берете все в свои руки и отвечаете за результат. И это было бы и нормально тогда и со стороны власти, коалиции, да, говорить опозитивно, пожалуйста, вот вы хотели расследовать, показываете результат, отвечаете перед нами, перед всем обществом, что вы сейчас расследовали, зачем вы сделали эту комиссию, зачем вы потратили эти деньги. А сейчас то, что сделается, ставится во главе комиссии человек, который просто саботирует, или он вообще абсолютно некомпетентен в этом вопросе, вот как было с комиссией по ОИК, да, там вместо того, чтобы выбрать меня, я предложил свою кандидатуру, сказал, ладно, ребята, хотите расследовать, я могу это сделать, вам покажу, как это сделать. Поставили человек, который вообще ничего не понимает в этом вопросе, да, и все, и так, и этим мы сделали комиссию вообще бессмысленной. И так со всеми комиссиями, или они делаются бессмысленными, или вообще специально саботируются осознательно, чтобы там ничего не получилось. Посмотрим, как пойдет на сей раз. Я не имею много надежды насчет этой комиссии, я был очень скептичен, но если коллеги хотят попробовать, я, конечно, дал им тоже свое согласие, чтобы такая комиссия была создана. С другой стороны, я вижу, что есть инструменты, как мы можем расследовать эти все вещи. Есть другие инструменты в парламенте, то есть конкретно вот запросы министрам, по сути, каждый запрос, это как маленькое расследование, да, как вы задаете конкретные вопросы, и можете получить конкретные ответы, и тогда у вас есть возможность, вообще тело и час обычно, в комиссии по запросам делать такое, как будто свое следствие, свое такое, ну, допрос министров насчет какого-то конкретного вопроса. И это то, как я занимаюсь, и вот раскрываю все эти дела, которыми сейчас будут делаться вот эти комиссии по исследованию. Уже многие вопросы, я уже много что проработал, и уже, наверное, благодаря тому, следя за моими действиями, что я уже раскрыл, другие коллеги поняли, что да, там есть что рыть, там, возможно, можно сделать какой-то, я не знаю, политический капитал для них, но не расследовать, во всяком случае, я думаю. Да, вот что касается самой сути проблемы, это вот закупки или незакупки вакцин, это, наверное, больше всего сейчас жителей Латвии интересует, поскольку мы, оказаясь в ситуации тотального дефицита вакцины, единственное, что сейчас предлагается на сегодняшний день нам, точнее, вот этим приоритетным группам, это AstraZeneca, мы сами знаем, какая у нее репутация, но сейчас, наверное, не будем обсуждать саму вакцину AstraZeneca, вот об этой незакупке вакцин не опоздали ли депутаты с этим расследованием, поскольку нам уже виновных представили фактически? Ну, я вам немножко расскажу, потому что это одно из афер, которые я сейчас расследую. На самом-то деле, расследовать есть много чего, уже начиная с того, как мы закупали эти маски-респираторы. Это тоже одна нить, по которой я сейчас иду, и там вышел уже на интересные факты. Ну, я очень коротко про это могу сказать, потому что стоит упомянуть хотя бы одну закупку. Вот у нас была одна такая скандалозная закупка, когда вдруг, там, буквально в течение дней решили, что надо закупать респираторы. Респираторы – это не маски, респираторы – это те, которые предназначены именно для медиков, для полицейских, ну, для тех людей, которых надо защитить. То есть маски мы покупаем для того, чтобы себя, то есть от других, обезопасить от себя, да, а респираторы покупались именно, чтобы защищить вот этих людей. И вот были срочно закуп, заказаны миллион, почти миллион респираторов. Заказаны не поставщику, который занимается этим, а рекламное агентство, рекламное агентство заплачено, ну, очень-очень дорогая цена. Заказаны эти были без соответственных документов. Приняты были, обходя законе положенную процедуру. И это только начало. Это было, мы уже в прошлом году, я начал это расследовать уже год назад где-то. После, потому что видно было, что это что-то тут нечистое. И вот сейчас, в прошлом году, в конец прошлом году, когда уже эти респираторы были поставлены, оказалось, что эти респираторы негодны. То есть полгода люди уже ими пользовались, и после полгода оказалось, что они негодны. И тогда, и то, что эта власть все еще не смогла ответить, а зачем надо было эти миллионы респираторов покупать так срочно? Потому что если через полгода, почти половина еще не было использовано. Какого черта, я извиняюсь, надо было их так срочно миллион покупать? Какого черта это надо было делать именно из-за этой рекламной кампании, когда были другие предложения, более выгодные и так далее? На все эти вопросы не отвечено. До сих пор не отвечено. А как будут покрываться этот ущерб? И это наглядно покажет, насколько реально то, что там была и не просто, это такая безалаберность и некомпетентность действия, а возможно коррупция. Потому что если мы увидим, что никаких шагов не принято, чтобы вот эти примерно 3 миллиона убитков тогда получается, как они не возмещены, или как это делается сейчас, то мы увидим, что возможно тут очень и очень это все связано не только с этими поставками, но и с политиками. Это один шаг. Другой, если мы идем сейчас к закупке вакцин, там тоже интересные вещи, которые я уже раскрыл, про которые как будто умалчивалось. Во-первых, насчет этих следств, которые Денис Топарбов, как это служебное расследование. Ну, понимаете, тут тоже такие парни интересных нюансов. Я расскажу про эти служебные расследования. То есть на самом-то деле я был один из первых, который указал, что с этими закупками что-то не так. Только после этого начали реагировать члены правительства, Каринч, начали говорить, что надо это расследовать, КНАБу или Генеральной прокуратуре. И это на все эти факты, которые связаны с этим закупком, указал уже давно я. И тогда, понимая, что я начинаю это расследовать, и начал задавать очень конкретные вопросы, как это все можно вывести на чистую воду, там срочно сделали служебную проверку. Что надо понять, что я из-за своего опыта знаю, расследуя уже эту ОИК-аферу, обычно служебные проверки не делаете для того, чтобы что-то раскрыть. Служебные проверки обычно делаются для того, чтобы что-то прикрыть. Да, наоборот. И это тоже мы наглядно увидим. Что? Да, именно наоборот, чтобы что-то прикрыть и спрятать. И как это делается? То есть надо быстро самим все расследовать и самим дать по ложному следу. Выбрать факты, которые вам выгодны, и пристосовать их так, чтобы, в конце концов, никто толком не отвечал. Это то, чем или свести на ложный след, найти козла отпущения, скажем так. Но обычно это делается так, что растасовываются факты, невыгодные факты скрываются, нужные факты, которые надо показать, они показываются. И потом делается так, что эта ситуация расписывается так, чтобы, в конце концов, никто толком не был бы ответственен. Да, но все виноваты, все там не получилось, кто-то за то, кто-то за то. Но, в общем, критическая масса нигде не собирается. И все дальше продолжается. Это обычно, почему, как делается служебное расследование. И то же самое мы увидели после этого первого служебного расследования. И тут я сделал следующий запрос. Запросил отчитаться под конкретные вещи, сказал. Там вообще интересно, знаете, какое было? Чтобы слушать всем, было понятно, как это выглядело, это первое расследование, суть эссенции была такова, что, наверное, надо рассказать фактологию, чтобы понятно было, как это запросило. То есть факты были каковы. Сначала публично известные, что 16 ноября Латвия получила извещение, что можно купить Pfizer-вакцины. И ответ должен был быть сдан до 18 ноября. Значит, сразу проводились собрания 17-го, 18 ноября проводились заседания. 18 ноября Латвия уже сообщила, примерно сколько она возьмет, что она не возьмет весь объем, возьмет только примерно 100 тысяч. С оговоркой, что от 19-го скажут точную сумму. Ну, чисто посчитают уже по логистике, как там по ящикам получается, ну, сколько там ровно будет, потому что 100 тысяч ровно не будет, да, там плюс-минус. Ну вот, такая была эта цепочка происходящего. Служебная проверка, чтобы проверить это все, то есть она как будто должна была проверить это все. Оказалось, что служебные проверки, вот эти заседания, которые проводились 17-го, 18-го, ну, это самые основные, 17-го, 18-го, потому что в этом принимались решения, да. То есть, что они констатировали? То есть, что заседания были неофициальные, протоколы не велись, аудиозаписи не было. Установить, что говорили, говорили каждый из участвующих, служебная проверка считала ненужной. Ребята, а что вы там проверяли? Там были всякие, как будто такие, очень округлые, генеральные такие, ну, изречения, что вот там, ну, вот там что-то принималось, что-то говорилось, тогда я спросил, хорошо, если вы там не понимаете, что когда было, не протоколировалось, так спросите каждого конкретно, который участвовал, вот что именно он говорил, какое мнение он говорил, что было его мнение. Нет, вы не хотели спросить? Я извиняюсь, что вас перебиваю, Ива, но все-таки надо уточнить, я знаю, что у вас тоже был опыт работы на госслужбе. Вообще, это возможно, что в стенах, не знаю, министерства, происходят какие-то официальные совещания? Это ведь не посиделки в ресторане или на корпоративе. А люди пропали. Да, и заседания не протоколируются. Ну, это нарушение, это грубое нарушение, и вообще чиновник обычно так не делает, если им что-то поручено делать. Ну, и, в общем-то, тут еще действительно такой нюанс, что нам сейчас стараются те, которые, ну, на самом-то деле ответственны за это все происходящее, стараются все перебросить на чиновников. Мол, все они решали, все они делали. Дело в том, что наши чиновники, чиновник никогда сам важные решения не принимает, это я точно знаю. То есть, если нет какой-то установки политической, то ему не дается, то он сам решение не принимает. Он идет по руслу тому, что ему назначено. И то, что сейчас политики говорят, что вот мы, мол, там все виновные чиновники, ну да, если чиновник отпускает на свою, как будто на свой лад, да, он что-то делает. Делает, как он это понимает, но важные решения он сам не принимает. И это такой важный нюанс. И тогда, когда вот сейчас политики, которые на самом-то деле ответственны за все эту безладерность, хотят все переложить на чиновников, на самом-то деле они просто хотят отприкнуть, я извиняюсь, одно свое место. Потому что на самом-то деле, на самом-то деле, если это правительство, представьте, все время, все эти месяцы это правительство говорило, что самое главное наш выход из этой ковид-кризиса, это вакцинация. И потом сказать, что, знаете, а нам пофигу было там, что они там делают, как это решать, это не очень-то выглядит правоподобно. Если действительно это так, то значит, ну, вообще тогда всех этих политиков, которые вот сейчас у власти, их надо судить. Судить реально по всей строгости. Потому что на самом-то деле, когда из-за их отношений гибнут сейчас люди, потому что все эти, ну, вот невозможность получить людям, которые находятся в реальной группе риска, от этого ковид, не получать эти вакцины, это значит и смерти, которые могут быть, это нам по многому тогда на совести вот этих людей. Но вот заканчивая про это закупку вакцин, такие интересные факты, которые раскрылись, то, что мы раскрыли, мы раскрыли то, что, ну, в общем-то, с фактами доказали, что на самом деле это расследование, это было не расследовать, а прикрыть. И один такой факт, который наглядно об этом свидетельствует, то, что мы раскрыли в своем расследовании, что на самом-то деле Латвия эту информацию, то есть Министерство за охранение этой информации про закупку этих Pfizer-вакцин получила не 16-го, а 11-го ноября. И давалось 5 дней, 5 дней, чтобы, ну, Латвия сделала заказ. Это такая стандартная процедура. То же самое в 11-е ноября получила и Литва, и Эстония. Такую же информацию из Еврокомиссии. Скорее всего, 5 дней вообще никто никак не реагировал. Тогда 16-го ноября Еврокомиссия говорила, Латвия, вы что, вы там вообще вакцины нужны, не нужны, вы что собираетесь делать? Только тогда они начали шевелиться. И тогда вопрос, как служебное расследование, если действительно это было служебное расследование, которое вела Министерство здравоохранения, не могла констатировать вот этот факт в 11-е ноября. Ну это же абсурд полнейший, потому что эта вся информация была и в ее распоряжении. Но это умалчивалось. И это наглядно показывает, что это служебное расследование было сделано для того, чтобы закрыть прикрытие то происходящее. Что очень значимо с этими служебными расследованиями, я тут как будто уже говорил насчет ОИК, было то же самое, там действительно там была похожая ситуация вот с этими решениями по ОИК, когда вы сдавались эти разрешения, на самом-то деле такие необоснованные, то тоже было служебное расследование, и результаты этого служебного расследования пропали. Потом вообще никто не знает, где они, где они. То есть тоже были скрыты. Что значимо, что министр в том случае Министерства экономики и сейчас Министерство здравоохранения был один и тот же. Данейл Спаулец. Ну, это о чем-то, наверное, говорит. Да. Вот интересно по поводу тестов. Я так понимаю, что во время этих запросов, которые вы делали, такие настойчивые запросы, все-таки выяснилось, что есть особенность вот этих тестов, тех данных, которые нам вот каждый день публично сообщает Центр профилактики заболеваемости. А это еще одно направление расследования, по которому я веду. Это получилось как будто совсем так и нечаянно. Я прочитал, прочитал такое сообщение СПКЦ, ну, то есть контроля заболеваемости, да. Да, да, да. Что вот надо доверять, надо доверять проверенным фактам. И поскольку уже такая дебата в обществе была, как же с этими фактами насчет статистики заболеваемости, я спросил, ну, ребят, вы сами-то объясните, вот как вы получаете эти цифры, потому что, ну, я человек, который, ну, все-таки занимался и математическим анализом, и статистикой, то есть с теми-теми вещами, которые, ну, как будто вот как раз связаны с обработкой данных, я увидел сразу несколько таких нюансов и интересных, которые мне заставили задуматься, насколько адекватно, насколько объективно рассчитывать эти цифры. Вот на этой ноте, да, вот на этой ноте такой интригующий, я вас буквально прерву, пожалуйста, не отключайтесь, у нас будет короткая пауза, потом мы вернемся, напомню, у нас Ива Заринч в прямом эфире. Ива Заринч в прямом эфире. Депутат Сейма от партии Согласия. Вот мы остановились на такой интригующей ноте, что Ивр попытался разобраться, а как, собственно, складываются вот те показатели, ну, прежде всего, позитивных тестов на COVID, которые нам сообщают каждый день. И вот что удалось установить, Ива? Ну, значит, как вообще определять вот этот уровень заболеваемости, распространения болезней? берется общее количество количество тестов и берется сколько инфицированных, да, и получаем позитивных тестов, да, и получаем процент, 9%, 5%, 3%, то есть берется позитивный тест и делится со всеми тестами. Но дело в том, что тесты проводятся не просто, если бы было так, что вот тестировается просто каждый раз новый человек, только будто такая методика аналогична. Но мы знаем, что тесты бывают и первичные, когда вас первый раз проверили, бывают тесты, когда вас проверяют повторно, то есть когда, можем, скажем, вы заболели и вас тоже, уже знают, что вы инфицированы, и вас тоже проверяют еще раз. То есть получаются первичные тесты и повторные тесты. Что интересно, что я спросил, а как же получается вот та методика, которую вы объявили, что вы берете эти первичные тесты, только уникальные, уникальные позитивные тесты, то есть те, которые первично выявлены COVID-19 и делите их на все, на все, на все, на все производенные тесты. Но включает ли это тогда эти повторные тесты и включает ли это повторные тесты, которые сделаны те, которые мы были инфицированы, уже инфицированы. И тут интересный нюанс оказался, что все эти тесты согласно методике этого ЭСПКЦ, они включаются, но не включаются результаты тех тестов, результаты тех тестов, которые были, это сложно сейчас объяснить, которые были сделаны повторно и были позитивными. Ну, то есть понятно. То есть человек сделал тест, у него был COVID, через неделю, через 10 дней он хочет проверить, может ли он вообще выйти из карантина, он делает опять еще позитивно, а это все включается в общем и нам не разъясняется, что это отнюдь не первичное заболевание, да? Там включается, нет, тут немножко заковыристее, включается все эти, счет этих тестов, включается 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 в счет тестов, но результаты из этих тестов не включаются, а это получается так, что, вот скажем, было выявлено, я, например, объясню, тогда он станет понятней, было выявлено, например, скажем, было выявлено, что вот есть 100 заболевших, тестов было сделано, чтобы их раскрыть, тысяча, да? То есть, если берем объективно, получается, что это 10% заболеваемости, но если сейчас проводят дополнительно еще вот тесты, те, которые были заболевшими, вот их проявляют, еще тысячу сделали, и там, скажем, были или не были эти результаты, неважно, какие они были, но эти тесты, счет этих тестов, значит, получится уже 2000, как будто, проведено, и против этих 100, против этих 100, которые вот изначально были выявлены, мы знали, были 100, и было 1000 тестов, значит, 10% объективно, мы сделали еще сейчас еще 1000 тестов, которые мы прикладываем к этим предыдущим 1000 тестов, и, ну, получается, что на 100 человек 2000 тестов, и это, значит, получается уже 5% заболеваемости, она изменилась там в два раза, а результаты из этих дополнительных тысяч, которые повторно произведены вот этим заболевшим, они не берутся в счет, то есть, если вы хотите манипулировать со статистикой, вы можете сделать так, что при одной и тому же заболевании, уровне заболевания, просто проводя вот эти повторные тесты вот этим заболевшим людям, вы можете варьировать и делать вообще любую заболеваемость, и то, что я сделал, уровень заболеваемости, и то, что я сделал, и затребовал просто, поскольку они очень не хотели вот это все разъяснять, я просто, чтобы убедиться, правильные ли данные или нет, просто затребовал, чтобы мне самому дали эти все данные, по которым они высчитывают, И там были, то есть, две таблицы я получил. Одна таблица была, где были эти общие тесты, и были сколько этих первичных тестов. Другое было, значит, общая заболеваемость и первичная заболеваемость. И просто из этих таблиц я сделал очень простые математические вещи, взял их, положил в Excel и сделал, сколько получается тогда вторичных тестов по этой таблице и сколько получается вторичных заболеваний по этой таблице. И получилось, что вторичных позитивных тестов оказалось, что вторичных позитивных тестов намного больше, чем вообще этих вторичных тестов было сделано. Скажем, там в один день, мне кажется, это было в прошлом году, 25 декабря, по этой статистике было, скажем, 15 тестов сделано, а позитивных из них оказалось 155. И вот таких дней там очень много. Вот если посмотреть, в основном 90% вот такая как будто странная статистика получается. Ну и то, что я сейчас сделал, уже вчера подал опять вопросы министра здравоохранения. Во-первых, опять объяснить обоснованность, как они делают эти расчеты. И другое, объяснить вот эти несоответствия в данных. Я думаю, будут интересные ответы. Скорее всего, нам скажут, что ой-ой-ой, ребята, мы ошиблись, не так интерпретировали что-то и так далее. Это, говоря, протесты. Но то, что стоит, о чем еще последить, я думаю, это вот насчет закупки вакцин, то, что многие не знают. И я могу тогда сказать, что вот такая феноменальная незакупка вакцин Pfizer, у нас это не единственный эпизод. То, что раскрылось уже, раскрылось, что такие эпизоды были еще. И насчет вакцины Moderna то же самое. То есть это тоже вещи, которые вот мы уже задали. Вот сейчас, позавчера, подали запрос, который в течение двух недель будет опять интересные ответы. Как же там разбирались? То, что вот говорилось, что вот кто-то уже там опять следовал, что характерно, после того, как мы дальше пошли своим расследованием и доказали, что вот это первое расследование было раскрытием, Министерство здравоохранения сразу объявило, что они делают еще повторную проверку. Вот эта повторная проверка была, результаты этой проверки были возглашены вчера. Я еще не успел с ними ознакомиться, я это сделаю. Но уже из того, что публично слышно, там уже перлы посыпались. То есть, я думаю, там будет дальше интересное развитие дел. Да. Ну, посмотрим, как это дальше будет продолжаться. Мы знаем, что целый ряд оппозиционных депутатов инициировали предложение об отставке Калинща. Мы понимаем, чем эта инициатива закончится, с учетом того, что коалиция достаточно сплочена, по крайней мере, внешне. Вот может ли согласие поддержать такой запрос и имеет ли в это вообще смысл требовать отставку в ситуации, когда большинство все равно это все отклонит? Ну, мы все понимаем, это такой жанр, политический жанр, что ни одно правительство не падает из-за оппозиции, падает из-за несогласий, разногласий в коалиции. То, что может делать оппозиция, это как может оппозиция сделать, чтобы свалилось правительство, это помогать раскрывать вот эти факты, которые будут делать сильнее эти разногласия в коалиции. То, что сейчас сделано, люди просто, ну, те, которые подали эту заявку на демиссию премьер-министра, они просто играют политический пиар сейчас, ну, потому что она не подготовлена. Чтобы ее подготовить, надо подготовить эти факты, надо вот эти разногласия рассекретить, показать, дать возможность им взбухнуть. То есть, вот, как это делаю я, беру конкретную вещь, скажем, Министерство экономики, афера ОИК, она до сих пор продолжается. Я конкретно вчера тоже с фактами показал, что сейчас делает Министерство экономики, как она прикрывает мщенничество в миллионах, сделает специально сейчас новую регулировку министра кабинета, ну, те, кому с регулирования там... Да, кабинета министров, да. Чтобы можно было это прикрыть, чтобы за эти миллионы украденные не надо было отвечать. И вот, когда ты это показываешь, потом спрашиваешь у консервативной партии, которая пришла как будто во власть, что она будет стараться бороться с коррупцией. Ребята, ну вы что сейчас делаете? Вы боретесь с этой коррупцией? Или вы обещали бороться только с той коррупцией, в которой вы не будете участвовать? Вот поэтому сейчас так получается. И вот когда это больше и больше вот такие факты вытягиваются, и вот когда вы говорите, вот, ребята, а вот вам нужен такой министр, или не нужен такой премьер-министр, вот тогда там ребята в коалиции начинают чешаться репу, действительно ли им нужно в такой компании находиться. Но сейчас ничего не сделано, значит, что будет? Будет просто такой, ну, такой пустой пиар, да, пустая-пустая болтовня, которая кончится ничем, потому что работы не сделано. Ясно, что мы, как оппозиция, поддержим, поддержим любой запрос к такому премьер-министру, потому что премьер-министр, это не ковид, самая большая наша проблема, наше государство, вот это правительство, оно самая большая, царь, как это сказать? Да, беда. Болезнь. Болезнь, да. Беда, самая, да, это то, что нам надо справиться. И в этом плане, если посмотреть так чисто более широко, философически, то ковид, он большую помощь сейчас идет в нашей политической системе, чтобы это как будто дает такой момент прозрения всему обществу, вот какая наша власть и куда мы катимся с такой системой. Потому что главная наша проблематика, почему мы почти в последнем месте и по вакцинации, и по всем экономическим показателям отстаем и от Литвы, и от Эстонии, именно потому что есть вот эта разделенность общества, есть вот эти так называемые красные линии, когда политическая конкуренция не может работать эффективно, не может сметать плохую власть, не может быть вот эта смена власти, когда если кто-то не тянет, его просто меняют, идут другие, показывают, что они могут. И так постепенно после каждой такой смены у власти могут находиться только те, которые более сильные, более умные, которые умеют принимать правильные решения. У нас пока что это не происходит. И поэтому, потому что есть вот эти красные линии, возможности сменить власти нету, и эта коалиция, она просто обречена держаться вместе, потому что они понимают, что иначе они пойдут просто на смарку. Да, вот еще, может быть, такой последний вопрос, его, наверное, часто задают. А что будет, собственно говоря, после пандемии? Потому что, ну, есть же такая версия, что пандемия закончится, экономика пойдет вверх, вот эти все ограничения постепенно забудутся к выборам всем, и вот уже коалиция будет. Я понял, я вам скажу, что будет. Я уже это предвидел, и это уже происходит. То есть будет то же самое, что у нас было с планом вакцинации. Между прочим, я был первым, который вообще поднял тревогу насчет этого плана вакцинации, что там ребята совсем не так, как вам говорят, еще когда было винтило, уже в прошлом году, уже наглядно показалось, что, ребята, есть проблемы. Если там у кого-то были бы мозги, они бы поняли и начали бы действовать. И у этого бардака не было. Дальше. Такой же сейчас план создается по выходу из ковида, этой кризиса. Я уже в прошлом году тоже Крещан Сокарнича предупредил, когда вот они запороли вот этот план вакцинации и все эти закупки. Сказал, ребята, параллельно, говорю, ты премьер, следи за министром экономики, что у вас сейчас, вы должны сейчас создавать то, что вот Европа затребовала. Опять, не сами мы додумались, не наша правительство додумалось, Европа сказала, ребята, вы должны делать такой план по выходу из этого ковида. Вот вам деньги, миллиарды. Начинайте думать, как вы будете освоивать эти деньги, чтобы вы могли нормально оттолкнуть, чтобы экономика заработала потом. Как вы думаете, в каком качестве находится наш этот план? Ну, понятно. И вот будет то же самое, как было с этими вакцинами, потому что просто это правительство. Мы должны понять, что там люди, они некомпетентны, они немощны, они никогда не учились принимать ответственные решения, вообще не понимают, что это такое. Мы просто думали, вот мы будем сидеть у власти, и все будет происходить, чиновники все будут за нас делать, и мы просто будем важно там что-то указывать. Они даже это не могут указать. Они до сих пор не могут сказать, вот, скажем, они как будто борются с этой ковид-инфекцией, но все еще не могут сказать, вот, как работают конкретно те мероприятия, которые они принимают. Они вообще не умеют их анализировать, они просто даже не умеют давать правильные установки, как что должно быть сделано, какая информация для них должна быть собрана, чтобы они адекватно могли принимать решения. Они просто сейчас делают то же самое, что с этим закупкой вакцин, просто спихивают это на чиновник, говорят, ну вот решайте, вот как вы думаете, а как надо делать, да? Ну что может решить чиновник? Но он, конечно, думает, как ему безопаснее. И каждый, когда говорит, там, чиновники здравоохранения говорят, нет-нет-нет, ничего нельзя делать, чиновники экономики говорят, да-да-нет, надо все там... Да, и так далее. И делается полнейший абсурд. Вообще, я не знаю, если есть время, я хотя бы один решение могу сказать элементарное, как многие вещи можно было решить, скажем, на самой-самой торговле. Ну давайте в завершении, да, у нас еще пару минут есть, да. Это же элементарно, то есть, если этот вирус распространяется через воздух, значит, надо контролировать качество воздуха. И для этого, чтобы контролировать качество воздуха, нам не надо каких-то дорогих устройств, который там будет ловить и этот вирус. Очень просто. Вирус выделяется с дыханием нашим. Дыхание наше – это СО2. Ставим эти приборы СО2, которые контролируют уровень СО2 в воздухе, ставим предельное значение, которое не может завершать, которое будет показать, что воздух достаточно свежий, и инфекции не передается. И все, и все работают. Вместо этого, вот мы сейчас вот торговые центры, мы будем тратить то, что сейчас делает правительство, это вообще такое следующее, можно сказать, преступление против народа. Она сейчас свои ошибки заливает деньгами. То есть вместо того, чтобы сделать регулирование, чтобы безопасно можно было торговать, она будет закрывать магазины, скажем, торговые центры, и даст им 20 миллионов, которые мы будем заоплачивать. Мы налогоплатищи. Да, вообще непонятно, почему одни магазины открываются, потом другие закрываются и так далее. Логики в этом нет никакой. Я говорю к примеру, и вот таких примеров я могу вам еще час рассказывать, что они делают и как надо было делать. Просто люди настолько некомпетентны, настолько в своем страхе и настолько в том, что это как маленький ребенок, который испуган и вообще не понимает, что делать. Он может только вот или галстук свой грызть, или просто испущенными глазами рассказывать, насколько все страшно и все пропало, все пропало. Да. Ну, галстук мы говорить не будем. Спасибо большое. Его заячь у нас был на прямой связи. Спасибо. Радио Болтком.